всем привет ребята вы у меня в гостях они на секретной космической станции хоспорта чтобы вам там не говорила наша заставочка сегодня у меня для вас есть очень тяжелая очень сложная тема для разговора а именно юрий дмитриевич петухов давайте сразу определимся кто такой юрий петухов и почему я хочу о нем поговорить прежде всего это исчезающий писатель скажем так я имею ввиду то что воспоминания о нем давно растворяются как слезы в дожде и я думаю что через пару десятилетий он останется разве что в каких-то на книжних полках каких-то около маргинальных читателей потому что конечно особой литературной ценности по крайней мере очевидны он не представляет не представлял а уж его работы в политическом и в историческом скажем так направлении не выдерживают никакой критики и это как бы я думаю уже забылось большей частью тех кто когда-то это читал и все же и все же личность очень противоречивая ее именно из-за этого очень интересная то есть юрий петухов был например первым писателем чье творчество точнее чьи две конкретные книги были запрещены в свое время судом изымались из продажи и уничтожались это реально первый прецедент в истории новой россии когда буквально сжигали книги задело или не задело это я как бы оставляю на ваш суд но сам факт того что петухов вот так вот стал первым в столь странной стызе да это само по себе представляет интерес в поддержку его в поддержку так сказать требование прекратить гонение на бедного юрия петухова отметились многие действительно заметные люди литературного мира литературные деятели такие как проханов такие как валентин распутин я имею ввиду подписантов письма открытого до с требованием прекратить гонение на юрия петухова ну и наверное самое неожиданное самое офигенное что в этом списке присутствовал мамлеев а мамлеев это не только мое мнение мамлеев это один из последних если не великих то действительно значимых писателей советского союза я имею ввиду советских времен конечно потому что он эмигрировал опять же мы с вами не берем общественные позиции какие-то в социальных вопросах в политических вопросах в исторических вопросах и так далее но все же во первых шатуны мамлеева при всей чернушности это великое произведение и действительно очень важное для понимания того о чем потом проханов говорил что дескать русский человек это человек хтонический да вот эта хтоничность она вся из мамлеева идет и понимание вообще многих мировоззренческих фабул идет именно из его произведений ну и плюс конечно мамлеев закрепил вот этот образ оккультного позднесоветского жителя да то есть 70-е годы когда все люди с высшим образованием верили там я не знаю в магию камней имен в астрологию в хиромантию и во все такое это вот он заметил очень хорошо и очень точно это описал что в стране победившего атеизма начинают очень активно зарождаться и продвигаться оккультные практики оккультные теории различные нигде по-моему даже в самом китае не было такого интереса к знакам зодиака как в советском союзе в позднем чё там говорить у меня дома лежит несколько книг купленных еще моей матерью когда меня на свете не было там тоже всякая магия магия камней магия имен и прочая срань подобного рода то есть мамлеев знаковый писатель то что он поддержал петухова я даже не знаю читал ли он его но поддержать поддержал в общем мы с вами будем говорить о моем знакомстве с петуховым причем от трех моих знакомствах с петуховым первые два знакомства я имею ввиду знакомство с петуховым издателем потому что сначально изначально я прочитал именно журналы метагалактики приключения фантастика я вам об этом расскажу а вторым моим знакомством стало знакомство с его сатанинским зельем с романом причем знакомство произошло случайно я тоже об этом расскажу то есть знакомство с петуховым как с писателем да и в третью очередь уже я вам расскажу о своем личном знакомстве с петуховым потому что я действительно был с ним знаком несколько раз общался в жизни переписывался с ним какое-то количество раз да на моих глазах у него родились вот эти идеи открытых писем с шизофреническим содержанием мягко говоря но в общем вот я вам об этом расскажу но предварительно я хочу сделать небольшой дисклеймер относительно его деятельности в нелитературных до областях потому что короче я как автор этого видео не хочу с вами говорить на тему его нелитературной деятельности я имею ввиду историческую и политическую потому что они мне совершенно не интересны я и тогда-то сомневался в их адекватности а сейчас меня нет никаких сомнений что его деятельность в этом отношении это в большей степени ну я не знаю вызов обществу что ну я это воспринимаю так хотя говорят что он действительно верил в то что он писал но опять же сегодня это не будет темой нашего разговора поэтому для всех кто хочет по бугуртить в комментах прошу вот этот дисклеймер ну и раз мы с вами закончили с формальностями да давайте перейдем к моим воспоминаниям потому что для меня это видео важное потому что это видео воспоминания мои воспоминания каких-то вещах которые происходили в том числе когда я рос когда я был еще маленьким я если для вас важно чтобы вы понимали контекст я 89 года рождения то есть в момент когда я родился юрий петухов уже написал второй крупный роман вторую книгу день вчерашний день завтрашний но правда это сборник повести и рассказывать но все равно то есть для меня это как бы сильно старший современник впервые я с петуховым издателем познакомился в детстве еще по моему в младшей школе а было как еще не было интернетов прям вот настолько развитого до интернета я проводил время в библиотеке причем ну то есть меня туда приводили сажали да я выбирал какие-то книги на почитать прямо сейчас то есть читальном зале какие-то книги брал домой естественно больше всего мне нравилась фантастика я прочитал мир смерти гаррисона еще лет в шесть читал и пирса энтони и айзека азимова и рэ бредбери естественно хотя я брэдбери не считаю фантастами я считаю брэдбери все-таки сказочником ну и поэтому в библиотеке раздел с фантастикой меня особенно интересовал особенно журналы они были шикарно оформлены по крайней мере некоторые и поэтому я тусовался в разделе с журналами там где стоят стеллажи с фантастическими журналами я тусовался постоянно и вот среди очень скучных давайте уж честно журналов в таком полукарманном формате да они были очень скучно они были очень плохо оформлены какие-то дурацкие совершенно рисунки на обложках скучные и вот посреди этой скуки неожиданно на меня напал журнал приключения фантастика оформлены эти журналы были в таком знаете стиле что-то типа советского пинапа яркие сочные страшные картинки там всякие монстры какие-то боевые мужики какие-то не знаю космические нави и так далее то есть прям вот круто визуально прям было очень мощно я заинтересовался естественно и стал набирать это были журналы 91 92 года в основном приключения фантастика безусловно половину этих журналов составляли рассказы и романы самого петухова но я на тот момент особо не обращал внимание на фамилии то есть я просто читал это были интересные истории давайте из того что мне запомнилось да был например короткий типа философский рассказ мать про то как ребенок пожелал маме вечную жизнь закончился за тем что мать сидит на астероиде на всем что осталось от земли в одиночестве и плачет над своей судьбой потому что она похоронила всех детей всех внуков всех правнуков и так далее коротенький совсем рассказ еще там был классный рассказ про собаку людоеду которая любила только свою хозяйку и в результате покрошила кучу людей пока хозяйка не помогла людям с ней справиться потому что собака ее не могла тронуть ну дескать хозяйка собака и любила и все такое хотя выросла в огромную людоедскую тварину но такой сюжет еще был сюжет про рассказ по моему назывался чада какой-то короче агентство то туризма в ад про чувака который попал в ад выбрался из него но убежать далеко не смог там были очень интересные такие чисто концептуальные подробности из разряда того что он сидел в приемной этого туристического адского агентства и девушка менеджер там была вся такая типа по моде но представляете мод 90-х там сиськи наголо и все такое и без носа потому что у нее лежал журнал мод и там в этом адском журнале мод было написано что в этом сезоне модно ходить без носа оторвать его и вообще модно ну то есть такие вот истории там было первое городское фэнтези задолго до лукьяненко и прочего это был интересный журнал в который писали графоманы то есть никто из них не стал действительно крупным писателем фантастов это действительно в большей степени графомания но графомания очень интересно интересно и в том смысле что скажем так она была совершенно нетипичный то есть петухов позволял своим автором не знаю уж как он их находил позволял им писать все что им заблагорассудится как в комментариях любят писать чернуха-порнуха но и очень интересные необычные концепции которые к сожалению не вылились большие произведения по большей части но все равно были очень привлекательными с точки зрения своей нестандартности понимаете в этом отношении конечно петухов создал определенную эстетическую структуру кстати забегая вперед недаром он постоянно сравнивал себя и видимо соревновался с лимоновым потому что в некоторых его книгах на лимоново прям сплошные отсылки сплошняком это связано я думаю именно с тем что лимонов был не просто писателем но писателем который умудрился сформировать собственную эстетику которую огромное количество людей поддержал вот с петуховым та же история он попытался создать определенную эстетику это его этот гиперреализм чернушный который действительно выстрелил но на уровне маргинальности это при том что сам петухов это наверное важно и как минимум интересно да петухов считал и преподносил себя как наиболее крупно тиражного писателя действительно в россии я вам позже докажу покажу пару примеров когда мы будем говорить о моем знакомстве именно с ним как с литератором он действительно его тиражи были огромные он только умалчивает о том что он сам их оплачивал печатал и рассылал по всей стране то есть его тиражи не потому что в издательстве решили что он такой талантливый его обязательно купят а потому что он сам так решит это правда уж чё греха таить он сам печатал все и свои книги и журналы и все остальное и как бы его издательство метагалактика это именно вот такая вот самопальная штука редакция которая вообще находилась у него дома и поэтому это такое еще еще одна черточка в его понимать ладно давайте перейдем к петухову как писатель мое знакомство с ним произошло где-то чуть позже чем с журналами через несколько лет связано это знаете с чем вот почему я говорю вам про тираж да я приехал к своим родственникам на дачу и на чердаке среди кучи старых книг и журналов и всего такого неожиданно обнаружил в мягкой обложке издание романа сатанинская зелья я как-то даже не связал фамилию петухова с фамилией издателя приключений фантастики я уже много позже осознал связь но вот роман сатанинская зель 91 года мне понравился я это помню и я сейчас не рискну перечитывать потому что вполне возможно что сейчас она меня разочарует как меня разочаровывает например чтобы я разочаровывает ну например джеффри форд и его серия про физиогномиста клэя действительно разочарование хотя в детстве мне очень понравилось я обязательно возможно даже на этой неделе сделаю ролик в котором мы поговорим о в великих писателях на мой взгляд великих даже не писателях овеликих визионерах которые при этом которых при этом нельзя считать великими писателями именно с точки зрения прозаического мастерства до с точки зрения мастерства выстраивание сюжета выстраивания сценария скажем так драматургии и так далее петухова нельзя отнести к великим визионерам конечно но при этом сатанинское зелье произвело на меня эффект очень сильный потому что ну во первых чисто оформительский до чисто с точки зрения стилистики это больше всего похоже знаете на стругацких наверх кстати борис натаныч в свое время сказал про петухова что этот человек чистый графоман правда он его не читал но по тем цитатам которые он где-то встречал это так и да я думаю что относительно уровня стругацких петухов конечно графоман сатанинское зелье предлагала крайне не очевидную и очень сложную концепцию непонятного это вот кстати говоря к разговору про лавкрафта меня заказывали лавкрафт вообще не описывает непонятно да почему я считаю и не только я кстати говорят не мой тезис что лавкрафт к будучи гениальным опять же творцом концепций как прозаик не очень удался и возможно именно поэтому его при жизни не печатали не потому что его не понимали а потому что основным критерием было умение выстроить драматургию лавкрафта нет никакой драматурги он когда кто-то видит что-то страшное лавкрафт просто пишет что он столкнулся с чем-то настолько страшным что это невозможно описать словами человеческого языка и все на этом а вот петухов описывал и в сатанинском зелье это очень мощно описано действительно это находка на мой взгляд и в том числе потом в его этом пятистопном романе про звездную месть сам по себе роман конечно сомнительный он достаточно юморной на мой взгляд со всем этим русский как он там космодесантник иван и вся вот эта тема но в звездной мести фантастическое допущение вот этого вот параллельного мира не непонятного неизвестного она выходит на какую-то такую мощную новую ступень чего со времен степлдона наверное мы не видели то есть он проработал механизмы совершенно непонятный человеческому мозгу это действительно круто когда ты не просто пишешь да вот как знаете был такой рассказ я не помню уже автора но в общем суть в том что все что писали фантасты на земле на марсе или на луне становилась реальностью и вот там местные жители сидят смотрят на огромные машины эти машины не работают потому что писатели фантасты не удосужились написать как именно эти машины работы и они не могут работать они технически не не могут работать то есть вот писатель фантасты туповаты они в отличие от например айзика азимова да они не могут это описать они описывают какую-то технику которая работает не пойми как она в итоге не работает когда притворяется в реальность вот петухов умудрилась продумать механизмы работы времени пространство культурные особенности существ параллельного мира настолько что это действительно ты читаешь и ты удивляешься насколько круто это сделано при всех прочих недостатках это этой литературы при ее очевидной маргинальности это действительно работает и работает мощно именно возможно из-за этого я и решил вам записать этот ролик в принципе петухов на самом деле персонаж который возможно действительно заслуживает забвение в бопа большая часть его деятельность сомнительно но его издательская деятельность и частично его деятельность в качестве фантаста на мой взгляд все-таки дает нам возможность о нем говорить и все-таки наверное не стоит они забывать скажем так ну и да потом уже будучи журналистом по культуре самоназванным я действительно познакомился с петуховым произошло это в на книжной ярмарке на в днх он ежегодно там опять же за свой счет покупал себе павильончик выставлял издание метагалактики выставлял свои книги в том числе крайне сомнительные исторические труды печатал плакаты печатал всякую полиграфию промотировал все это дело ну то есть был таким знаете персонажем маргинальным но при этом у него было свое комьюнити не то что в пустоту это делал да еще про книги то есть понимаете да я нашел книгу и его у своих родственников уже сравнительно пожилых на чердаке потом я еще ездил там в какие-то города страны и видел в маленьких лавках в которых знаете там батарейки и дезодоранты туалетная бумага журналы газеты и там же однажды вот я обнаружил его бойню прям на прилавке в магазине было четыре или пять книг при просто на прилавке лежали одна из них была бойня петухова это меня потрясло то есть его тиражи действительно были огромные я уж не знаю откуда у него столько денег на печать всего этого было но однако и она действительно ходила по стране и поэтому его слова о том что у него охренительно крупные тиражи эти слова правда то есть это действительно так другой вопрос как они получились таком количестве но это уже в данном случае наверное дело десято и вот я познакомился с ним действительно он был крайне деятельным человеком мы сразу начали переписываться всех кто состоял с ним в переписке он подтягивал каким-то открытым письмам какие-то вот всей истории совершенно шизофренического содержания если уж честно там были истории о том что ну во первых конечно заговор ученых а они скрывают настоящую историю русов до которые древнее чем кроманьонцы были истории о том что там ну короче много было историй политических на тему того как все неправильно как оно должно быть ну а потом был его роман название сами загуглите последний его роман в котором обнаружили следы всякой экстремистской деятельности и в общем ну она там была вот с точки зрения тогдашних законов это действительно так и было сложный персонаж очень сложный персонаж я даже не знаю как вам подвести какой-то итог к этому умер он кстати говоря так же как жил очень странным образом он умер на кладбище пришел навестись могилу родителей и там у него остановилось сердце странный человек странный персонаж большая часть читателей его считала таким блаженным немножко и это отчасти правда не знаю существует ли сейчас но в то время существовало некое небольшое комьюнити которая считала его чуть ли не гением и пророком не знаю что с ними стало сейчас если кто-то из тех кто это смотрит сейчас является таковым то вы напишите в комментариях только аккуратно времена тяжелые в любом случае вот петухов это одно из тех знакомств которые у меня в жизни было таким ярким моментом потому что но она это яркий момент уже постфактум я сегодня понимаю что действительно интересная история интересный персонаж не неоднозначный не не совершенно не поддающийся какому-то логическому анализу при этом на мой взгляд местами недооцененный то есть вот именно его находки как фантаста да они действительно очень интересны ну язык у него был обычный стандартный нормальный язык литературный ну а остальное конечно да конечно иногда спорно иногда прям совсем страшно но так бывает напишите что думаете на эту тему я не имею какой-то сложившейся картины мира в отношении петухов потому что но бывают понимаете бывают такие люди которые чей вклад в человеческую историю скажем так невозможно однозначно определить я думаю что скорее всего о петухове забудут все очень скоро дали мы часто никто не помнит особо помню только те кто либо зачитывался и моего журналами либо действительно принимал участие в его псевдоисторической и околополитической деятельностях но при этом вот есть какие-то вещи которые не хотелось бы чтобы пропали с концами и я вам эти вещи назвал кстати говоря я на этих книжных ярмарках знакомился со многими фантастами и это просто к слову о том какие люди лично мне интересны то есть да петухов видимо был тем что сегодня можно назвать блаженным он верил в то что делал возможно именно поэтому мне так запомнился он как человек и как какой-то деятель да это человек верил в то что делал после этого я знакомился со многими писателями у кого-то брал интервью с кем-то общался я общался с никитиным кстати говоря могу сказать вам в качестве такой легкой похвальбы что я был первый кто взял у него интервью по крайней мере ну для какого-то интернет издания я был первый вообще он не давал интервью правда интервью было настолько неприятным в том смысле что он отвечал на все вопросы односложно но в любом случае мы пообщались немножко с головачёвым я общался с олди ну много много было знакомств и вот петухов был наверное самым маньячным что ли самым пассионарным из них всех потому что в отличие от них всех он создал собственный печатный мир да собственный издательский мир ни от кого не зависел кроме денег и при этом умудрялся в такой ситуации еще и наполовину запрещенный что-то делать это безоценочно да что именно он делал но просто сам факт это такое своего рода подвижничество пусть и по очень странным причинам и в очень странную сторону потому что был момент вот знаете я познакомился ведь с ним примерно тогда же когда с никитиным с головачёвым и самое странное было то что и головачёв и никитин это были профессиональные писатели ну они сейчас есть профессиональные писатели которые работают над тем чтобы условно говоря раз в год выдавать минимум по книге это для них работа они это издавали тоже у них контракты с издательствами у них естественно надо на хлеб с икрой заработать и так далее а петухов выдавал постоянно произведения потому что не потому что хотел заработать а потому что он горел какие какой-то безумной очередной идеей которую срочно надо было донести до публики и он верил что публика это читает и публика как-то на это реагирует правда возле стенда издательства метагалактика на ммкв я всегда было очень мало народу таких же любителей всего странного и маргинального как я так получилось в любом случае такой вот у меня опыт знакомства с петуховым даже не знаю предлагать вам писать что вы думаете или нет но в общем если вам интересно могу в следующий раз повспоминать еще что-нибудь подобное благо истории каких-то у меня достаточно много и поговорить о каких-то персонажах которых возможно уже даже и нет наверное интересно хотя бы в качестве такой автобиографических материалов а скорее все-таки на самом деле я просто пытаюсь этой деятельностью как-то отдать должное как-то зафиксировать во времени то что такие люди существовали потому что они конечно скоро забудут и скоро их конечно не станет я вот зафиксирую пока по крайней мере пока сервера ютуба работают существуют память в виде моих роликов будет жива и мы с вами сможем возвращаться к этому спорить о том стоит ли вообще их запоминать подобных персонажей и так далее тому подобное на этом все подписывайтесь на канал подписывайтесь группу вконтакте с вами был хоспорт до новых скорых встреч на секретной космической станции хоспорт пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»